Проблема выдачи полисов ОСАГО мучает автолюбителей уже несколько лет. Регуляторы придумывают новые способы, как умерить аппетиты недобросовестных страховщиков, но и те не сидят без дела, разрабатывая хитроумные схемы. Застраховать автомобиль в России задача не из легких, причем проблемы это актуально практически для каждого региона нашей страны. Поэтому многие автомобилисты предпочитают ездить вовсе без страховки, надеясь на русский авось. Это безусловно безответственно, но упрекнуть их за это сложно. Одна из самых распространенных проблем – отсутствие бланков. С этим может столкнуться как житель столицы, так и автомобилист из региона. Причем часто такая беда буквально косит все имеющиеся небольшие страховые компании. Чаще всего необходимую бумагу вы сможете найти только у крупных страховщиков. Но и здесь получить ее будет непросто, и дело не только в огромных очередях. Не редкие ситуации, когда вместе со страховкой автомобиля вам в обязательном порядке предложат страховать жизнь, имущество и что-нибудь еще. Если же вас такой расклад не устроит, то и у крупного страховщика вполне могут совершенно неожиданно закончиться бланки. Огромные очереди – еще одна преграда на пути к страховке. И опять-таки ситуация характерна не только для регионов. Сотнями люди томятся у зданий страховых компаний и в Москве, и в Питере, и в других крупных городах. Сейчас, правда, ситуация не такая критичная, но вот еще пару лет назад, чтобы застраховать свой автомобиль, люди приходили занимать очередь среди ночи и все равно оказывались даже не в первой пятерке. Кстати, автовладельцы высказывали вполне жизнеспособную версию. Очереди создаются искусственно, чтобы люди, устав ждать, направлялись к агентам, у которых стоимость заветного полюса ОСАГО возрастает от 1 тысячи рублей до 10, зато без очереди. Казалось бы, лекарством от навязывания услуга бесконечных очередей может стать электронная ОСАГО, но и здесь все вышло не так уж гладко. В самом начале внедрения онлайн-страхования в 2016 году страховщики попросту бойкотировали продажу виртуальных полюсов. По некоторым данным, в среднем из 80 страховщиков такую услугу предоставляли 15, да и то с перебоями. К примеру, в марте 2016-го крупнейший продавец Росгострах, который реализовывал на тот момент 70% электронных полюсов от общего объема по России, заявил, что продажи временно приостановлены из-за сбоев в системе. Вслед за ним подтянулись и другие, у которых система резко разладилась. Когда же система более или менее отладилась, появилась новая беда – мошенники. Казалось бы, созданная система направлена как раз на то, чтобы упростить покупку полюса, делать это самостоятельно. Но россияне продолжили ходить в никому неизвестные офисы к сомнительным агентам. Совершенно непонятно зачем, ведь агенту предоставляются ровно те же самые документы, которые потребуются автовладельцу при самостоятельном страховании через сайт компании. Все же люди продолжили нести свои деньги агентам, по-прежнему переплачивая от 1 до 2 тысяч рублей. Ведь эксперты утверждают, что это не только незаконно, но и глупо.